Кофе Друзья, всем доброе-доброе утро! Начинаю свое новое видео. У нас сегодня 17 апреля, утро, и я решила выйти прогуляться. Ко мне приехала моя подруга Настюша, отпустила меня, я без детей, без кофе, кофе дома попила, и как-то спонтанно решила, пойду-ка я прогуляюсь, потому что идет мелкий дождик, открыла окно, и знаете, такой запах вкусный леса, земли, мокрого асфальта. В общем, я решила прогуляться. Сейчас уберу телефон, просто понаслаждаюсь этой тишиной, покоем. Не знаю, слышно вам или нет, как поют птицы. Ой, дождик усиливается, буду потихонечку идти домой. А я пришла домой, на улице начался сильный дождь, дети уже позавтракали, играют. Варенька уснула, я пришла, ее покормила, она заснула. Вчера мы с Сережей полдня занимались документами, нас не было. Надо вот убрать отсюда с комода эту сумку. Ну, и знаете, так хорошо, вот помните, освобождала комод в прошлом видео, так красиво стало, когда он пустой, вообще хорошо. На улице сейчас дождь, конечно, с ребятами не погулять. Сейчас так было хорошо, когда на улице было сухо, солнышко, дети постоянно гуляют, на батуте скачут, катаются на велике, на беговеле. Да, ну сейчас, ладно, сегодня посидим дома. Хотя, если дождик будет не сильный, как я вот сначала выходила, то можно будет погулять. Андрюшенька, осторожно, эта машина может улететь либо Сереже в лоб, либо в телевизор. Андрюша, Андрюш, вы пойдите, а, на рыбалку пойдешь? Вы пойдите, может быть, наверх к Настюше, что она там делает, поиграйте с ней. На рыбалку пойдете? Рыбаки. Пока я пила кофе, смотрите, что здесь ребята придумали, собрали. Они говорят, мы поедем в поход. Вот, взяли гречку. Для рыбок взяли сетку. Все по хозяйству. Так, Андрюш, надо гречку только убрать, потому что она может рассыпаться. Видите, у нас в основном подушки редко лежат на диване. Дети все время играют. Играют. Взяла камеру. Давно я так с вами не общалась. Вы знаете, погода сегодня пасмурная, дождливая, но настроение у меня отличное. Бодренькое, несмотря на то, что Варя сегодня проснулась в 2 часа. Она бодрствовала с 2 до 3. Но потом быстро уснула, и я тоже быстро уснула. Правильно, что сегодня вышла, прогулялась по поселку. Хоть был мелкий дождь, но было очень хорошо. Еще пение птиц. Я вообще люблю в лесу прогуляться, но не одна, а с мужем. Но это уже когда будет по суше. Варюшенька, ты сама проснулась, да? Ты моя улыбашечка. Ты мое солнышко. Да, буду я сейчас разворачивать. Кулечек такой. Счастье. Да? Все. Переодевать, кормить. Мое солнышко, ты ясно. Агу. Ладно, все, переодеваю. Весна традиционно является временем обновлений. Природа просыпается, наполняется жизнью, а воздух свежестью и ароматами цветущих растений. А еще весна это время наших с вами мечт, планов и задумок по преображению себя и всего вокруг. Поэтому многие открывают весной сезон ремонта, чтобы освежить интерьер, починить мелкие недочеты или вовсе сделать тот самый ремонт мечты в новой квартире или в доме. А поможет воплотить все ваши задумки в реальность онлайн-сервис профи. Здесь более миллиона мастеров ремонта по всей России от сантехников и электриков до мастеров комплексного ремонта, штукатурщиков и многих других. Пользоваться сервисом очень удобно. Описывайте задачу, сроки и бюджет, которые готовы потратить на услугу. А далее ждете откликов от специалистов. Подходящие мастера сами пришлют вам свои предложения, а обговорить детали и договориться вы сможете напрямую в чате. Выбрать подходящего среди большого многообразия помогут рейтинг, отзывы и примеры работ мастеров. Конечно, это очень удобно. Я уже сама не распользовалась профи, кого мы там только не находили, репетиторы, ремонтники и многие другие. Так что однозначно рекомендую этот сервис. Ну а если вы и сами мастер своего дела, то для вас есть отдельное приложение для специалистов, где вы сможете искать новых клиентов и получать заказы. Скачивайте приложение, ссылки я оставлю, конечно, для вас в описании под видео. С профи и деятельным быть легко. Возвращаемся в нашу спальню. Я уже покормила Варю, переодела и положила в Настину кроватку. Помните, говорила, что мобиль, который был Настин, он не крепится к вареной люльке. В итоге мы повесили на Настину кроватку. Настя все равно в течение дня там не спит. И периодически я Варю именно кладу в эту кровать. И как раз она лежит, смотрит сейчас в мобиль, болтает, дрыгает ручками, ножками. Ну а я хочу сейчас поменять постельное белье. Также хочу пропылесосить матрас, изголовье. Я раньше не понимала, зачем пылесосить матрас, но оказывается там столько пыли. У нас сейчас два беспроводных пылесоса. Первый, сейчас как раз здесь чищу фильтр. И я вспомнила, что у него нет этой насадки для диванов, для матрасов. Поэтому я сейчас его почистила и по итогу возьму другой пылесос с той насадкой, чтобы как раз пропылесосить изголовье. Конечно, очень удобно. И вы меня спрашивали по поводу кошки, не точит ли она свои коготки об нашу кровать. Вы знаете, как только я вижу, что она туда запрыгивает наверх, я сразу ее прогоняю. Потому что, конечно, мне не хочется, чтобы там были зацепки. Но пока ничего нет. У нас кровать с подъемным механизмом. Как же это удобно. Поэтому я сейчас тоже подниму. И под кроватью надо будет также пропылесосить и протереть полы. Хотелось мне, конечно, за раз здесь все убрать. Но по времени понимала, что надо будет скоро идти готовить обед. Поэтому поменяю сейчас постельное белье и отправлюсь на кухню. Спрашивали по поводу ширины кровати. Я уже говорила, у нее размер 2 метра на 160 сантиметров. Как и прошлая наша кровать. Но, знаете, если бы комната у нас была чуть побольше, мы бы, наверное, взяли кровать чуть пошире. Там метр 80. Потому что к нам и Сереженька приходит. Иногда Настюша ночью просыпается тоже спецснами. И хочу сказать, что да, не очень это удобно. Поэтому я бы, конечно, взяла пошире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все, переходим на кухню. Буду сейчас готовить обед. Прежде чем начать готовить, я, конечно же, помою варочную панель. Не люблю готовить на грязной. Мне прям некомфортно помыть ее 2 минуты, а то и меньше. Но зато как приятно. Так что я сейчас здесь все протру. Также заодно протираю столешницу. Там были какие-то крошки. Лишнее со стола убираю. И, да, помою кастрюлю. Буду сегодня готовить борщ. Но не на большую кастрюлю. Свекла у меня оказалась в заморозке не так много. Поэтому сделаю на 7 литров. Вот эта кастрюля на 7 литров. Картошка с морковкой у меня уже почищена. Поэтому я быстро здесь все приготовлю. В это время Сережа с Андрюшей дала занимашки. Они просили посмотреть мультики. Но, как всегда, у нас потерялся пульт. Я не знаю, сколько раз в неделю мы его теряем. Я уже говорю, давайте его привязывать. Ну, так шучу, конечно. Постоянно теряется то в диване, то за диван. То Андрюша у себя на полке спрячет, уйдет гулять. А потом мы все ищем. Вот такое, да, бывает у нас. Продолжение следует... Картошку я уже порезала. И сейчас буду шинковать капусту. Но не буду доставать комбайн. У меня для таких случаев, когда небольшие объемы, я натираю на терке и бёрнер. Покупала еще, когда жили в Москве, уже сколько, года 4 пользуюсь. Ни разу не пожалела. Например, быстренько пошинковать капусту или порезать что-то в салат. Мне нравится насадка для картошки. Хоть мы редко ее жарим, но все равно 2 больших миски я могу порезать буквально за 4 минуты. Но надо быть очень осторожными. Нажи там острые. Если честно, я бы и для супа резала бы так картошку брусочками. Но дети у меня любят, когда она в супе кубиками. А сейчас хочу вас познакомить с вертикальным стационарным отпаривателем премиального французского бренда Steam One. Это лидер французского рынка среди отпаривателей. Отпариватель достаточно мощный и благодаря мягкому пару справится со всеми видами ткани. Он безопасно и эффективно разгладит не только тонкие ткани, но и более плотные и натуральные, а все благодаря керамической пластине, которая не нуждается в защитных насадках даже при отпаривании шелка. Я включила отпариватель и пока развешивала вещь, прибор уже готов. У отпаривателя два режима. Эко для деликатных тканей и максимальный. Это для сложных заломов и плотных тканей. Благодаря кнопке контроля подачи пара уход за вещами стал проще. Не нужно держать непрерывно кнопку включения. Немало важно, что устройство оборудовано системой защиты от накипи и позволяет использовать даже водопроводную воду, не боясь за безопасность устройства. И как только вода закончится в баке, отпариватель сам выключается. Хочу отметить, что с отпаривателем гораздо спокойнее. Я могу отпаривать даже когда рядом дети и не переживать, все безопасно. Также отпаривать можно постельное белье, шторы, мебель и головные уборы. А у кого есть дети, отпариватель помогает обеззараживать игрушки и любые поверхности. Изящный отпариватель Steam One прекрасно вписывается в интерьер благодаря элегантному минималистичному дизайну. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под видео. Переходите и сами лично ознакомьтесь с таким действительно хорошим помощником, которым лично я довольна. Пока у меня варится суп, я решила с детками приготовить печеньки-сердечки. Давно их не пекли, у меня как раз уже разморозилось слоеное тесто. И пока есть время, займемся выпечкой такой легкой. И деткам интересно, да и готовится очень просто, а получается вкусно. Пересыпаю сейчас муку в банку и будем уже приступать. Значит, берете пласт теста, раскатываете его. Дальше нужно смазать либо растопленным сливочным маслом, либо подсолнечным. Я взяла подсолнечное масло, а сливочным я уже в конце смажу после выпечки. И когда вы уже насыпали сахар, то вам нужно края теста свернуть в трубочку. Дальше вы увидите, как мы делали. Знаете, я очень люблю, когда мы что-то вместе готовим. Особенно выпечку, вот столько радости у детей, что-то слепить, раскатать, обвалять руки в муке. И понятно, что потом нужно все это убирать, но это такая мелочь. Вот раньше для меня бы это был бы стресс, вот честно, выпечка с детьми. А со временем, вы знаете, уже понимаешь, что это такие мелочи, что ничего не стоит протереть стол, ничего не стоит подмести, полы протереть или даже детей умыть. В волосах сахар, варенье, неважно. Но зато какое у детей счастье, вот так вот помочь маме. Субтитры сделал DimaTorzok Свернули тесто с каждого края в трубочку, разрезаю и посмотрите, какое сердечко получается. Вообще у меня есть специальный нож для теста, но я его не нашла, дети затаскали. В итоге взяла обычный нож, потом перевернула его, чтобы не резать скатерть. И вот так вот нарезаем и выкладываем на противень. Запекается очень быстро, убираю в разогретую духовку, там при температуре 180, ну минут 10-15 поготовится. Можно, кстати, смазать яйцом перед выпечкой, но я уже не стала это делать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все очень просто Субтитры сделал DimaTorzok Останется мне сейчас добавить свеклу Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая красота получается Детки очень у нас любят Но главное готовится очень просто Я уже разлила детям борщ Он подостыл и все сидим обедаем Ну а дальше спустя время Я здесь тоже немного передохнула И решила протереть пыль Здесь на тумбочке по телевизор Сам телевизор удобно вот этой щеткой протирать Пыль электролизуется и легко собирается Пыль конечно я убрала Но телевизор был очень заляпанный У нас Настюша любит его Ручками потыкать, пальчиками Да и не только Настюша Поэтому я его протерла И теперь также протираю Двери у шкафа где зеркало Но при этом я не жалею что здесь зеркала Знаете визуально все таки Пространство увеличивает Да и мне тогда нравится Здесь у нас был тихий час Все спали и постепенно Начали приезжать Петя с Машей Потом Таечка приехала Уроки поделала, пополнечала И ей надо было опять выезжать на занятия После того как я помою шкаф Хочу помыть противень После печенек Все таки туда вытекал сахар И масло попало Поэтому сейчас быстренько помою Вот знаете вы спрашиваете по поводу кухни Все ли меня сейчас устраивает Вы знаете мне все нравится Единственное я бы сделала мойку Побольше, пошире Потому что у нас конечно посуда большая И все таки надо было бы Сделать ее побольше Противень и помою Дальше хочу освободить столешницу То что я ополаскивала вручную Можно будет протереть и сразу убрать Чтобы не захламлять Около раковинное пространство Видите там уже целая гора посуды Так что тоже все протру Уберу Ну а дальше налью себе кофе Как раз с Таечкой немного поболтаю И будет такое время Для меня со старшей дочкой Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кроме того М��다 нич Conчитало Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я нажарила 4 сковородки котлет, конечно можно было бы сделать их в духовке, но треска сама по себе рыба суховата, и у меня в духовке они получаются еще суше, поэтому я именно эти котлеты обжариваю на сковородке. У меня остался еще фарш, и я решила его заморозить, очень удобно, у меня есть такие лотки, так что я сейчас выкладываю на них котлетки, убираю в морозилку, но потом переложу в зип-пакет, и при случае можно будет достать, сразу обжарить, ничего не размораживая, очень удобно. Кстати, был вопрос по поводу лука, я говорила, что я замораживаю лук, и девочка тоже заморозила, но у нее очень стала пахнуть морозилка, у нас вообще запаха нет, может быть потому, что у меня пакеты, зип-пакеты, не знаю, с этим проблем вообще нет, и также с рыбой. Я уберу потом в зип-пакеты, и все прекрасно, ничего не пахнет. Я сейчас доделаю котлеты, попросила Петю почистить картошку, чтобы сделать пюре, ну а дальше хочу все-таки доубраться в нашей спальне, я хочу пропылесосить и помыть полы. Здесь уберусь, и как раз Сережа собирался отвозить Лешу на футбол, я говорю, я с вами поеду, немножко прогуляюсь, ну а потом приеду, уже будем готовиться ко сну, покупаем деток. Кстати, в телеграме был вопрос по поводу Настюши, как я ей мою голову, плачет ли она. Вы знаете, она очень долгое время вообще не плакала, но потом, где-то после полутора лет, ей вообще не нравится, когда я мою ей голову, она плачет, никакие козырьки не помогают, она все снимает, поэтому приходится просто уговорами по-быстренькому помыть, вот так. Но я помню, Кристюша тоже не любила мыть голову, а потом в какой-то момент они уже понимают, что да как, и спокойно на это реагируют. Продолжение следует... Знаете, так хочется уже облагородить участок, надо будет опять все разровнять, прокультивировать, и я хочу уже потом повесить сюда шторки белые, будет красиво очень. Выехали мы с Сережей, в итоге я взяла себе не только кофе, но и тортик, думаю, ладно, ничего страшного, главное потом не срываться и опять следить за питанием. Ну а на сегодня я уже буду заканчивать свое видео, огромное спасибо, что вы досмотрели его до конца, мне очень приятно, поставьте пальчик вверх, поддержите меня, и увидимся с вами, надеюсь, совсем скоро, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok